Уникальный проект был реализован в Магнитогорске на базе 2-й городской больницы в здании бывшей курортной поликлиники. Медицинский центр «Новомед» совместно с Южноуральским государственным медицинским университетом разработали и создали отделение кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. Отделение кафедры торжественно открыли первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Рейдин и глава города Магнитогорска Сергей Бердников. Галина Смирнова расскажет подробнее. Медицина, а особенно лечение онкологических заболеваний – это та сфера, в которой наука осуществляет прорывы чуть ли не ежемесячно. Поэтому законодательство обязывает врачей с определенной периодичностью повышать свою квалификацию, проходить курсы, посещать лекции и семинары. Раньше в Магнитогорске врачи-онкологи ездили за этим в другие регионы, в том числе в Челябинск. Теперь в этом нет необходимости. Занятия будут проходить у нас в городе на базе центра «Новомед». Вести их будут педагоги кафедры онкологии Южноуральского медицинского университета. Но и это еще не все. Проект, реализованный на базе 2-й городской больницы, многогранен. «Новомед» также заключил соглашение с Челябинским областным клиническим центром онкологии и ядерной медицины. И теперь на труда 36 открывается отделение диагностики и лечения онкологических пациентов, курировать которые будут именно специалисты областного онкологического диспансера номер 2, находящегося в Магнитогорске. Это позволит пациентам получать весь цикл обследования и лечения в рамках одного объединения. Для Евгения Редина и Сергея Бердникова устроили экскурсию по центру, продемонстрировали его оснащенность современным оборудованием. Сначала государственная система применительна к физлокачественному новообразованию, а потом допустимые, очень-очень гибкие, очень грамотные, быстрые подходы, которые должны реализовывать уже частное партнерство. Это пример государственного частного партнерства. Мне хотелось бы, конечно, что этот пример в хорошем смысле был бы заразителен. Во-первых, чтобы не останавливались, не достигнутым, надо двигаться вперед. Ну и, наверное, должны у нас остальные компании, в общем-то говоря, следовать этим путем, потому что чем больше будет профессиональной помощи жителям, тем лучше для каждого. Перерезав красную ленточку, высокие густи дали старт новому витку борьбы с раковыми заболеваниями в Магнитогорске, где проблема эта год от года становится все более острой. Галина Смирнова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН